Сергей, трудная игра. Показалось, что после пропущенного гола в начале второго тайма немножко команда подсела. Потом где-то удача помогла? Ну да, тяжелая игра. Но я думаю, да, удача. Там второй гол мы забили с помощью рикошита. Ну, что насчет того, что подустали? Я думаю, нет. Мне, наоборот, как-то первый тайм тяжелее двигалось, чем второй. Так что, я думаю, мы закономерно выиграли. Всех с победой. Сегодня на протяжении всего матча казалось, что играем как-то увереннее, да и просто сильнее, чем соперник. Было ощущение, вот уверенность в себе на поле присутствовала? Ну, мы уверены в себе, да. У нас хорошая команда, хорошие игроки. И если мы так будем играть друг за друга, я думаю, у нас все получится. И вас лично с первым трофеем в составе «Динамо Брест». Спасибо большое, очень приятно. Ну что, как эмоции, как впечатления? Год спустя снова сильнее в начале сезона. Да, хотелось бы очень здорово. Спасибо всем. Спасибо бы в очередной раз болельщикам. Сегодня была немножко другая игра. Было очень много борьбы. Мало комбинационной игры, мало всяких комбинаций. Поле было тяжелое. И немножко была другая игра, поэтому было тяжелее. Наверное, кто больше хотел сегодня, тот и выиграл. Много эмоций, много столкновений, желтая карточка, пенальти сомнительные. Как судейство? Ну, как судейство. Знаете, если бы мы выиграли, может, этот пенальти уже никто и не вспомнит. Хотя, действительно, там непонятно, что было. И много желтых, много непонятных решений. Но, главное, мы выиграли. Остальное неважно. Артем, казалось, что наша команда сегодня со старта и до финиша была увереннее в себе. Как-то более злая, более заряженная по-спортивному. Ну, Егор Филипенко же сказал, что ему не нужны такие игры. У него уже много трофеев, наверное. А у нас город такой, у нас мало трофеев. И команде нужны трофеи и города, и болельщиков. Получается, нам было нужнее сегодня. От души поздравляю город Брест. Команду тренеров, массажистов всех. Президента. С победой. С первых, с победой еще раз. Побеждать всегда приятно. А тем более, когда столько эмоций, столько борьбы в матче. Ну, все-таки это была игра за трофеи, конечно. Поэтому наличие эмоций здесь обязательно. Без этого никуда. Но, тем более, сошлись две команды, которые пропагандируют атакующий футбол. Поэтому надеюсь, что болельщикам все понравилось. Как здоровье? Солкновение было болезненное? Оказывали тебе помощь долго? Ну, ничего страшного в футболе. Такое бывает. Это все мелочи. Марсел, ну, кратко по игре. Очень много силовой борьбы было. С чем это связано? Потому что две команды хотели победить на 100%. Суперкубок – это кубок, который всегда хочешь выиграть. Не имеет значения, что эта игра ничего тебе не дает. Это просто трофей. И как мы, так Бате хотели победить. И думаю, настроение, как у Бате, так у нас было очень хорошее. Были эмоции, была борьба. И мы сегодня победили 3-1 с суперкомандой Бате. Гол Дениса Лаптева. Там классная комбинация была. И Витус здорово сыграл. Вот этот конкретный эпизод, он насколько упростил разговор в раздевалке? Все-таки уже вели в счете. Как прошел перерыв? Да, ничего. Я сказал, что только два-три момента, как мы можем там прессировать, не сделать шаги назад, только играть высоко, как возможно. И сказал, что это игра отвертая, это значит, что мы выходим на поле и это 0-0. Там не имеет значения, что это было 1-0 для нас, потому что команда Бате сильная. И мы знаем, что еще был скавич в Камейце, там в Камейце, был запасный клэп Александр. Потом приходили еще бага на поле, то очень хорошие игроки. И мы знали силу, силу Бате, поэтому было надо играть, играть, выходить. И здесь менталитет сильный, чтобы было 0-0 всегда. Ну вот пенальти, которые нам поставили в начале второго тайма, непонятные? Я не знаю, я далеко. И если там была, ну, может пенальти, можно не было пенальти, но там в первый момент это была наша ошибка. Плохая коммуникация защитника с вратаром, но мне тяжело сказать, потому что я далеко и не буду говорить. Но этот момент нашу команду не сломал. Продолжили вести игру, контролировать мяч, и это привело к успеху в итоге. Да, да, да. Вы правильно сказали, что для меня это был очень важный момент. Окей, Бате забил с пенальти 1-1, но моя команда осталась сильной, ментально. И ничего не, как бы не была плохая реакция, что бы пошли внизу. Они остались сильнее в головах, и мы continuали играть. Забили там, со счастьем Олег там с Филиппенком, в общем, там забил. И потом, как было 2-1, мы тоже были лучшей командой, думаю, в этот момент. Насколько победа в сегодняшнем матче важна для хорошего настроения? Впереди еще тренировочный сбор, меньше месяца до старта сезона. Она поможет психологической команде? Добавит уверенности? Я всегда говорю, что каждая победа помогает. Но то, что и как прогреваешь игру, то, что тебе дает много. Сейчас мы играли в Турции, вчера был такой вопрос, что мы играли в Турции 4 матчи, и они игру не выиграли. И он мне сказал, что я нервовый. Я сказал, что нет, почему? Это футбол, это жизнь. И сегодня мы показали, что мы умеем играть из Бате.